Мо-е-е-е! Бабу-бу-бу.. Меня считали бездарным, безголосым. У Advisor Лётят на тебя. Или подходят, кружку пива берут и нагло наливают, и тебе плохо зафигают. Это когда плохо поешь уйти со сцены. Пфу, я бы тебя не виделись. Как будто ты изгой. Когда я работал дворником это были самые лучшие годы в моей жизни. Ты поешь, а около тебя там девчонки с перьем выходят. Я вас ждал тридцать лет. Ну возьмите, андружите с меня, ты уж хороший. Я и сейчас борюсь с искусством, доказываю, что я не верблюд. Ноль, Никто. Вот как... Просто Сергей Пенкин. Интересный такой вопрос. Ты даже никогда так... Я Сергей Пенкин. Говорят, что по материнской линии вы дворянин. Как к вам обращаться? Ваше благородие? Нет, ну, вы знаете, почему-то у всех представление дворян совсем немножко другое. Дворяне – это люди, которые ругались матом. Дворяне – это умели гулять. Дворяне – это те люди, которые любили свою страну. Вот это дворяне, которые строили больницы, фабрики, которые строили какие-то те вещи, которые были полезны для России. Так вы дворянин? Ну, я не знаю, как я могу так о себе сказать. Это как уже скажут мои друзья, люди, которые знают меня, видят меня. О себе это некрасиво говорить. Правда, что вы ради карьеры пошли в армию? Да, я ради карьеры пошел в армию. Думал, может, меня в армии заметят. Ну, видите, ну, я прослужил в оркестре, но, тем не менее, дальше от армии меня как бы не продвинули, как некоторые у нас после армии. Их берут в какие-то МОС-концерты, РОС-концерты тогда были. Я просто думал, ну что, я еще мальчишка был наивный. Я думал, что через армию я вот стану, может быть, куда-то пойдут, какой-то ансамбль песни, пляски или еще что-то. Но не сложилось. А очень хотелось стать знаменитым. Вы понимаете, очень хотелось стать знаменитым. Отчиславные люди об этом думают. Не знаменитым, просто мне нравилось петь, моя профессия. Я любил ее всегда с трехлетнего возраста пою. Не так, как сейчас людям в голову что-то влетело, и вдруг стали певцами. Такого не бывает. Надо это посвятить всю свою жизнь. Я даже писал в сочинениях, что я хочу поехать на какой-то конкурс и приезди, и финансовые деньги привезти к государству. Просто дело в том, что сейчас очень много людей, которые имеют деньги, хотят рвуться на сцену. Вот это хотят быть знаменитыми. Но не певцами, это две разные вещи. Есть искусство, а есть просто знаменитый человек. Как раньше говорили, раньше певец хотел быть звездой, и сейчас звезды хотят быть певцами, понимаете? Сейчас нет личности вот таких сильных на сцене. Вы поступали в Гнесинку 11 раз. Вас там чему-то научили? Нет, я не жалею. Жалею то, что время ушло за 11 лет, я что-то мог бы и другое сделать. Понимаете, когда я поступил в Гнесинку, у меня была педагога Наталья Зинен-Андрианова, которая выпустила очень много артистов. И она сказала, что, говорит, чем с тобой заниматься? Ты готовый певец. То есть есть вещи, которые... Ты как человек, который тебе природа дала многое, то есть тебе надо просто... Тебя, чтобы не испортили, а идти вперед, оставаться таким, только учиться музыкальной грамоте, еще что-то. Такие какие-то, знаете, как вот... Есть красивая конфета, но она должна быть в обертке, потому что я так не возьму эту конфету. Поэтому надо преподнести себя. Вы мечтали выступать на сцене, но после армии устроились дворником. Это очередная попытка взобраться на вершину эстрады? Ну, что была? Московская прописка, да. Вы знаете, когда я работал дворником, это были самые лучшие годы в моей жизни. Мне помогали убирать двор. Внука Брежнева, дочь Лена Семеновна, Егор Кончаловский, Степа Михалков. У меня были дипломаты, у меня были Градский, Жанна Гузаров, группа... Мистер Твистер у меня родилась. Потом пришел ко мне какой-то Андрей, говорит, я скоро буду популярным. Кто ты такой? И вдруг это оказалось ласковым мать. То есть много всего было. Богдан Титамир приходил, когда у меня были шаровары, там решили эти шаровары сделать, как у меня. Я во время, когда работал дворником, я очень много ездил за границу, потому что я работал в таких местах, как Интурист, Космос, Интернеконтиненталь. Это были самые, вот самые такие, золотая молодежь была. Это было очень красивое время. Я не жалею, я бы с удовольствием вернулся в это время. Членом комиссии в Гнесинке был Александр Градский. Не проникся вашим талантом? Ну, не знаю, что-то не понравилось. Может быть, там у них блат был или еще что-то, непонятно. Там много сидел, большая комиссия была. Меня считали бездарным, безголосым. Уходил слезами с экзаменов, расстроенный был. Как любой человек, это сложно было. Но я водолей-бык, поэтому я иду вперед, и я строюсь жизни. Но если бы я этого ничего не хотел бы, если бы этого не добивался, я бы ничего не добился в жизни. А потом вы выступали в музыкальном шоу в его образе, чтобы отомстить. Да нет, я человек не мстительный. Просто у нас был случай, когда мы выступали в концертном зале России, он подошел ко мне, я пел Фредди Меркури, «I want to live forever». И он мне говорит, «Серега, как это здорово». То есть я так про себя думаю. Ну, я не стал ругаться, думаю, что ж ты меня в Гнесинке, когда сел в жюри, не брал к себе. Поэтому, знаете как, земля-то круглая. Понимаете, как объяснить? Вот рано или поздно, если человек что-то сделал кому-то плохое, он потом сам вляпается в эту яму. Просто надо оставаться нормальным человеком и делать в жизни такие вещи, которые ты позволишь только самому себе. Я не принял Филиппа Киркорова и Сергея Пенкина по разным причинам. Нет, там какая-то другая была причина. Я даже не знаю. Кобзон всегда ко мне лояльно и по доброму относился. Мы все вместе ездили на пароходе Федор Шаляпин по Средиземному морю. Я знаком очень хорошо с его женой Нелли. Мы давно уже были знакомы. Он приходил ко мне на концерты, когда пил в ресторанах. Потом в каких-то концертах Александра Пахмута, на каких-то посвященных концертах. Много было концертов. Говорят, Кобзон способствовал тому, чтобы вы как можно дольше жили в Дворницкой. Как сказку-то изменили. Дело в том, что не в той квартире, чтобы я должен был в Дворницкой жить. Дело в том, что меня выгоняли из квартиры, потому что мне нужен артист. Постоянно на гастролях. И я звонил ее сюда в выдачу. Меня, наоборот, оставили, чтобы не выгнать из квартиры, а не как больше, чтобы я в этой квартире прожил. А потом еще подключился Михалков. Совершенно верно, да. И снял потом фильм. Очень нехороший эпизод. Я после этого, мы не стали общаться. Там есть фрагмент с моего дня рождения, когда мне еще всего лишь 28 лет, по-моему. Но у меня папа фронтарик, он дошел до Берлина, воевал в Японии. И вот они с мамой стояли, кинули в лицо цветы. Так по сюжету было. Как так можно было пожилым людям, прошедшим войну, кинуть по сюжету цветы. Это что, говорит? О высоких чувствах режиссера или о человечественности. Никита Сергеевич потом извинился? Ну, там... Нет, прощения не просил. Но когда там у людей столько пафоса, как может человек просить прощения? Это все зависит от человека. Если я какой-то в жизни сделал оплошенности, я извинюсь перед человеком. Ведь извиниться, это тоже надо иметь большую силу. А что за вечеринки вы устраивали в своей квартире? Ну, в той квартире музыцировали... Снимали клипы «Здравствуйте, Алла Борисовна», Сергея Крылов. Романсы были. Ну, там рояль было. Приходили ко мне, там мы пели. С канделябром такие. На рояле было. И здесь тоже много было вечеров. И латиноамериканская музыка, и много сольных проектов. И мы гуляли за день рождения с родителями, и с детьми моей школы. Устраивали здесь сцену. Ну, много интересного. Понимаете, вот... Меня как-то спросили на концерте. Вот как бы вы провели свою старость? Я говорю, у меня большой дом. Есть бассейн, есть концертный зал. И, наверное, я не знаю, сколько лет я проживу в этой жизни. Каждому свое рассчитываю. Я бы, наверное, пригласил бы стриптиз. Пригласил бы джазовых музыкантов. И так проводил бы свою старость. Я бы никогда не скучал. Я делаю сам себе праздники. Потому что люди все такие скушаются. Ой, вот как вот скучно. А что у нас у всех клоуны есть? Делайте сам себе настроение. Причем вам кто-то должен, чего-то обязан делать. Вы сами все делаете. Вам никто в жизни ничего не обязан. Чем вы там занимались? Почему за вами следил КГБ? Ну как, ну в то время, в то время, когда работал в Интуристе, в Интерконтинентале, в Космосе, ведь просто людей не пускали в эти рестораны. Были путаны и иностранцы. Все. Почему я так много ездил за границу на гастроли? Потому что там Микель Плачет, был Денский опер, Театр Ла Скала. Там приезжали люди смотреть на шоу, чтобы потом пригласить. Мы, когда я работал дворником, за то время, даже столько на гастроли не было, когда уже известным певцом был в России. Мы обиделись. Сингапур, Малайзию, Тунис, Америку, Италию, Канаду, Китай, Италию, Францию, Германию. Да сейчас вот не сообразишь, столько таких экзотических стран, которые даже многие люди в то время не бывали нигде. Это 88-й год. Советский Союз. Это очень сложно. Куда-то в Болгарию, в Польшу поехать, это было уже как бы за пределами. Мы приезжали, привозили меня на чайки, привозили на дипломатических машинах. Вот просто люди говорили, Сергей, вот вам большой бакет цветов, можно вас довезем до дома в знак благодарности? Я говорю, не надо, приезжайте за мной на «Жигулях». А они там, «Мерседес». Ну, по тем времену, очень сложно было все. В магазинах ничего не было. У нас там в доме, в холодильнике были какие-то у нас продукты из ресторана. У меня самая крутая квартира была. И поэтому приезжали туда все, хотели просто в эту квартиру попасть. Там интересно было, интерьеры были интересны. По тем временам мы держали какие-то баночки пустые, бутылочки из-под виски пустые. Там чай нальешь, в них якобы там... Ну, раньше ничего же не было, все-то только в березках было. Вот. И, в общем, люди приезжали, знакомились. Интересно посмотреть. Этот дом даже сейчас не сносит, хотя он никакой исторической ценности не несет. В подъездах даже, как у Булгакова было написано. «Сергей, когда ты приедешь, мы тебя ждем». Такое-то все было. Почему Богдан Титамир хотел снять с вас штаны? Нет, он просто видел, я на концертах в штанах выступал. Он говорит, дай мне эти штаны, я выступлю и сделаю это по этим раскройке этим штанам. Потом шили, выступали. Ну, я всегда был, как бы, законодателем. Я всегда был первый, всегда старался, как бы, идти вперед. У меня даже был случай, меня мало кто знал в лицо, просто обо мне очень много было слышно по ресторанам. И как-то я подошел к этому, а раньше получали сколько там, ну, 90 рублей, 100 рублей зарплата была. У меня была 50 рублей, должна была 90. И когда-то я начал в РИТе работать, я получал какие-то там 5 рублей за вечер, 10 рублей. И как-то один раз меня девочка пригласила в другой ресторан, говорит, приезжай из РИТе на день рождения. Я приехал к ней и зашел там, директор меня это удивился, говорит, кто? Я говорю, Сережа Пенкин. Ну, я прошел этот ресторан, и, в общем, там много было народу. И на сцену когда-то я спел, там, раньше даже не было евро, были дойчмарки, лиры итальянские, в общем, все летело на сцену. Вот, и он говорит, я тебе буду за вечер платить 50 рублей. А я за месяц получаю, я говорю, сколько? Он говорит, что? Я говорю, сколько? Он говорит, 150, не хами. И я в таком удивлении был, что я буду за вечер получать 150 рублей. Ну, в общем, так вот. Кто-то мне из друзей приносил, там, кто-то бутылку виски привезет, кто-то мне там подарили пианино, я его там покрасил в белый цвет. Кто-то мне какой-то там, нашли какой-то туликовер, тули кровать с помойками, там, ее переделали, там, ее все расшили, балдахин, все еще было красиво. Потому что ничего не было в магазинах, и поэтому приходилось там все самим делать. Правда, что вы подметали дворы, когда впервые встретились с Андреем Радиным? Ну, он любит, конечно, привирать всегда все. Ну, в то время, когда я работал дворником, да, только он никогда не подметал двор, он подошел ко мне. А когда вот он пришел ко мне в квартиру и сказал, что вот я там тот-то, 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 принес мне плакаты свои. Я-то не знал, кто такой Андрей Разин. Меня как-то пригласили на разогрев, это было в Иркутске, где-то по тем местам. И я где-то недели две ездил с ними на гастроли. Ну, я перед началом выступал, и я как-то уже опаздывал, как-то, когда я поехал по городу гулять, мне говорят, где это, давай быстрее, тебя народ ждет. Я говорю, что народ ждет? Там же Ласковый Майя, это зачем нужен? А я там со своими Солемио, Санта-Лючи, со своими итальянскими песнями. Ну, необычно было по тем временам. Почему вы назвали песни Ласкового Майя примитивными? А что, вы считаете, что это великая музыка, что ли? Конечно, примитивная. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Мне она не нравится. Я люблю другую музыку. Я люблю Джин Ванелли, Бенсона, Эл-Жиро, Земля и Царагония. Это музыка, с которой я могу чему-то научиться. А чем я научусь на музыке Ласкового Майя? Конечно, нет. Зачем тогда вы с ними выступали? Ну, как они меня просили петь на разогреве, я выступал. Просто я выступал из-за того, чтобы меня зрители видели, видели мое творчество. А чтобы как бы какую-то песню сделать, зачем? У меня своя дорога, у них своя дорога. Каждому нравится свое. А как вам удалось выступить с группой The Rolling Stones? Поехали с Варите в Канаду, выступали перед нашим мигрантом Moscow Nights, московские новости, клуб. И прямо в этих костюмах поехали к этим небоскребам, в Даунтон. У нас такого еще не было, мы в таком шоке были. О, вот это Канада, Торонто. Вот. И к нам подошел один человек, сказал, говорит, вы откуда? Я говорю, мы из СССР. Он говорит, не может быть такого. Я показываю паспорт свой СССР, советский. Он говорит, а вы не хотели бы завтра выступить с группой The Rolling Stones? Я говорю, так растерялся. Я говорю, я не знаю. А мне говорят, девчонка, ты что, с ума сошел? Говорит, быстро, говорит, туда. Ну, в общем, так вот вы выступили по канадскому телевидению, соответственно, сразу после Соединенных Штатов Америки. То есть там, и я пошел в прикмахерскую куда-то там еще, меня уже узнавали, так интересно было. Я говорю, как так, просто вот так вчера это было, а сегодня уже совсем другое дело. То есть такая вот у меня была, как бы, совместная встреча с The Rolling Stones, выступление. Это был небольшой клуб. Вы знаете, мне было немножко страшно, особенно когда перед началом нашего выступления там выступали какие-то типы, как караоке. Вот человек поступает, как караоке, у тебя апельсины летят на тебя. Или подходят, кружку пива берут, тебя нагло наливают, типа потому что плохо поешь, уйдешь со сцены. Я как бы смотрел на свет и думаю, я уступать я не буду, я боюсь. Вот, но я достойно выступили мы, и потом после этого получали свои лавры. Знаете, как говорят, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Вам тогда дали прозвище «Принц Серебряный». Было приятно? Не, ну, конечно, приятно еще, как бы, ты за границей, такое, какое-то у тебя состояние такое, ну, да, это интересно. Это сейчас, когда ты уже много всего там в жизни познал, повидал, ты как-то уже, ну, по-другому ты относишься. Но и то, опять же, понимаете, даже в наше время, когда люди вышли из детского сада, получали звание уже заслуженного артиста, а я даже не имею ни одного звания, понимаете, поэтому я и сейчас борюсь с искусством, потому что с нашей эстрадой, что доказываю, что я не верблюд, понимаете, это очень сложно постоянно, я всю жизнь в борьбе. Министерство культуры, кто-то люди должны же понимать, что я уже не тоже заслуженный, я уже давно уже народного должен получить, потому что в свое время те люди, которые получали звание народного, уже получили, они приходили ко мне на концерт, учились у меня, а потом уже какие-то мои песни пели уже в своих концертах, потом они становились заслуженными народными. Есть у нас такие вот артисты, скажем, заслуженная артистка, там какая-то там Света Петрова, ее там даже не знаете, она заслуженная артистка, вот как так вот можно, да? А здесь тебя знают, тебе там ездят на концерты, я столько концертов даю в год, да, и ты вот ноль. Никто, вот как, просто Сергей Пенкин. Я не хочу ничего заполнять, я не хочу идти просить, чтобы мне дали звание заслуженно, я хочу, чтобы мне Министерство культуры дало это, а не я. Понимаете, как говорят, человек можно обмануть, а Бога ты не обманешь никогда. Как-то ты придешь, тебя там на концерт выступаешь, выступает заслуженный артист России, а ты сам знаешь, что ты это звание, допустим, купил. Тебе самому не стыдно за это? Мне стыдно, я не хочу. Я хочу, чтобы мне позвонили, сказали Сергей Михайлович, мы вас вызываем там в Министерство культуры, мы вам даем звание заслуженного артиста. К примеру, на таких условиях, да. Правда, что следом за этим вас внесли в Книгу рекордов Гиннесса? Да, это правда. Когда вы подали заявку на этот рекорд? Ничего не подавал. Я встать узнаю потом, после, вот, когда уже это появляется. Тогда каким образом о вас узнала комиссия по рекордам? Я не знаю. На этот вопрос я даже не знаю, как вам сказать. Я проверил, на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса вас нет, поэтому и возникает столько вопросов. Мне самому эти вопросы тоже беспокоят, но, тем не менее, факт остается фактом. Ну, давайте поставим точку раз и навсегда. Так рекорд есть или нет? Судя по вашим ответам, ему просто и взяться неоткуда. Там не может быть нет, там только да. Можете объяснить уникальность вашего голоса? Что значит охват в четыре октавы? Допустим, человек поет наверху, там фальцет, там голос, не важно, там мальчик, девочка, там кто-то, да? Они внизу не могут спеть. А я начинаю петь от низа до верха. Вот, допустим, то есть я так вот перехожу. И когда я закончил гнесинку, у меня написано было в дипломе промежуточный голос. То есть я могу петь баритановые вещи, но не все. И теноровые, то есть у меня драматический тенор и лирический баритон. То есть такого ни у кого нет. Поэтому, если дают кому-то, там контртенор, там та-та-та-та-та-та, а промежуточное, это большая редкость. Поэтому я просто объясняю вам. Я не люблю об этом говорить, но я просто вам объясняю, что вы это поняли. Ну, вот взять, вот взять, допустим, певцов, которые там поют, там, ребята, да? Вот они поют наверху, но они внизу не могут спеть. А кто-то поет внизу, наверху не может спеть. Ну, никак не может, например, шаляпин, вот он был бас. Вот он, э-э-э, хухня, он же не может петь, э-э-э, хухня. Он бас уже, ну, никуда не денешься. А есть, поют там, какие-то арии, там, контртенора. Мес-а-та-та-та-та, он уже не спает внизу. Ну, это уже природа, его так сложно никак. И я опять объясняю для того, чтобы вы это поняли. Правда, что Виктор Цой нашивал вам блестки на штаны? Это было в... Господи. И в Патуре. Перед концертом, в который все уехали, там, вся наша плеяда там артистов уехала в Ялту. Вот я говорю, я тоже в Ялту. У меня режиссер говорит, нет, вы остаетесь. Сегодня приезжает Виктор Цой. Я говорю, не, не, я поеду. И, в общем, долго у меня такое... Вот я вообще не люблю на эти темы говорить, потому что, когда меня начинаете спрашивать, такое ощущение, вот есть артисты, которые стараются, ну, как бы, примкнуться к тем артистам, к знаменитетям. Я этого не люблю. У меня есть своя судьба, у Виктора Цой есть своя судьба, свои зрители. И поэтому я хочу сказать, что за тот день, с которым я с ним познакомился, замечательный, теплый, хороший человек, с которым не пафосный, абсолютно нормальный. И вот он, там, он и моя девушка, он и его девушка, а дело в том, что раньше же не было ткани, там, и пришивать приходилось все самим. И я пока это там успевал это делать, он говорит, давайте мы вам поможем. Мне помогли, я говорю, я вечером очень боюсь выступать, можно я уеду? В Ялту. Он говорит, нет, нет, я представлю вас, будет все хорошо. Что меня он представил. Народ там был, типа, как он, не стадион, а в городке играет такой вот мини-стадион. И там сломали забор, когда милиция ничего не могла здесь, только народу было много. И вот он меня на сцене представил, я еще там кучу подарков получил. А раньше еще, когда это то время было 88-й, 89-й, были еще рокерские клубы, где в Питере и в Екатеринбурге, где носили, значит, такие ботинки, как кирзухи, шинели такие, то есть вот у них такая мода была. Вот, и мне там какую-то кепку, типа красноармейки подарили, потом еще какие-то там интересные вещи, ну, в общем, так вот прошел вечер, и я уехал. Эти штаны у вас остались? Вы знаете, даже, да, где-то они у меня есть, у меня еще снизу такая леса. Ну, в общем, я так любил какие-то интересные, я работал в Эрите, а в Эрите все равно же было оригинально выходить на сцену, когда ты поешь, а около тебя там девчонки с перьем выходят, закрытая грудь, камнями танцуют. Надо было это красиво, как мулиноруш, как лидо. Это надо было, там нельзя было просто выйти в джинсовом костюме или, скажем, просто в костюме. Там надо было ярко выходить, чтобы зрители смотрели шоу. Цой еще и песню «Малыш» написал про вас. «Малыш, ты меня волнуешь?» Ну да, я это тоже, опять же, узнал поздно, когда там какой-то ударник написал об этом. Ну, приятно, когда где-то я оставил свою галочку. Знаете, сколько всего перемешано в голове. С одной стороны, вот такие приятные вещи, а с другой стороны, тебя недооценивают, что ты еще звание получаешь. Понимаете? Поэтому для меня вообще как-то все это вот непонятно. Вы понимаете, это менталитет. Почему-то кто-то имеет звание, а ты на сцене не имеешь звания, тогда, значит, никому не надо этого звания давать. Вот, допустим, в Америке есть же там звание заслуженным артиста Америки Майкл Джексон, да? Поэтому, как бы, это нормально. Там получил Грэмми, там какой-то лауреат. Так, значит, у нас так надо это делать. А то кто-то получает звание заслуженного, а кто-то не получает. Это как-то обидно. Понимаете? Как будто ты изгой. Понимаете? Но это же неправильно. Правда, что вы, а не Филипп Киркоров, первым вышли на сцену в стразах. Конечно, правда. Так, можно по истории посмотреть в интернете. Да у меня многие полуэстрады у нас, у меня приняли все костюмы. Потому что, еще раз возвращаюсь к тому, что я работал в Эрите, привозил много из-за границы всего, и в Эрите надо было выглядеть ярко. Это в Эрите. И поэтому я вот выходил на сцену, у меня еще и здесь, в концертном зале каменный костюм, который еще, там, Сваровский такой большой, очень весит, очень тяжелый. Вы часто повторяете, что вам никто не помогал пробиться на сцену. А у кого вы просили поддержки? У многих просил. Раздавал кассеты, тогда кассеты были. Мы же начинали концерты работать, это сейчас все так очень легко. Флешки, музыканты. А раньше, допустим, у тебя музыкантов не было, тебе нужно было вот такую победную кассету 38-й скорости ставить в концертном зале, и ты не имел права, если ты поставил уже то, что ты поешь живьем, значит, ты поешь живьем, ты уже ничего не меняешь. Никаких фонограмм, ничего. Потом появились дат-кассеты, мини-диски, флешки. И не успеваешь догонять все это современное, так быстро все летит, поэтому как-то, ну, наверное, немножко отстаешь, что ли, от этого, не знаю. Надо идти как бы со многого, со временем, но настолько быстро идут всякие технологии, поэтому ты не всегда ты можешь сделать то, что надо. В рождественские встречи вам так и не удалось попасть. Почему? Это их надо спросить, почему. Ну, вообще странно, что Пугачева не оценила ваш талант. Ну, это вы так думаете, они думают по-другому, меня тоже многое поражает. Но, с другой стороны, наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что все артисты, которые многие выступали, где они? Поэтому я считаю, что лучше быть самим собой. Во-первых, я никогда в шоу-бизнесе многие как-то меня не то, что остерегают, скажем так, потому что я человек прямолинейный, и я не умею дружить правильно. Допустим, ты приходишь куда-то, ой, Сережа, как ты хорошо выглядишь, а си-си-си-си, а потом фу, я бы тебя не видеть, понимаете, вот так в шоу-бизнесе, я как бы этого не хочу, я хочу, чтобы меня приходило туда, где меня ждут, а не где там быть каким-то, ля-да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такой я этого не люблю. И поэтому я считаю, что человек гордый, не признаю таких бал, лицемерия не эти встречи. А вообще вот, когда вот большие концерты, там очень много бал и лицемерия. Я люблю за откровенность. Вот если тебе человека нравится, пусть он тебе нравится. Если он тебе не нравится, лучше не общайся с этим. Но ведь какую-то неискренность. Можно просто сказать, о, Танюшка или Андрей, привет, как дела? Какие новости у тебя? Ой, я действительно так хорошо. Ты так похудел. У меня такое животное. Ты так похудел. В каком месте ты? Или еще там что-нибудь. Я считаю, что это лицемерие из лицемерия. А клип Ибица, где снялись Киркоров с Басковым, вы зачем обругали? Только это ужасно. Это просто ужасно. Я в этом ничего хорошего не вижу. А что в этом хорошего? Объясните мне. Когда, по-моему, друг на друга плевает. Это хорошо? Это они хотели сделать хайп. Но хайп можно по-другому сделать. Есть там мороженое, шоколадные фабрики. Полететь в космос. Сделать более интересное, ярче. А то, что это, я не знаю. Мое личное мнение, я не говорю за всех, мне это не понравилось. Вы знаете, в своем кругу можно хоть на ушах стоять. Но общественность, я считаю, что это дурость за пределами просто. дурнее ничего придумать для себя было. Но кто-то же должен сказать, ребята, вы хоть подумайте, что вы делаете. Вы воплощались в Валерия Абадзинского и сказали, что хорошо понимаете, каково ему было в забвении. У вас тоже были такие периоды? Забвение? Да, но и сейчас так же. Я же вам говорю, телевидения нет, и радиостанции вообще нет. Разве это не забвение? Я говорю, только благодаря зрителям, только благодаря зрителям, я живу на этой сцене. Я даже зрителям об этом говорю. Вот я говорю, кто первый раз у меня на концерте? Меня поднимает там руки. Я говорю, я вас ждал 30 лет. И публика младеет, младеет. Я говорю, вот столько времени звезды падали, взлетали, новые. Я как ледокол Ленин. Я опять же говорю, что благодаря вам, зрителям, я живу на этой сцене. Меня же не приглашают куда-то там в огоньки, меня не приглашают куда-то на какие-то прессыные концерты в Кремль. Ну так, был один раз, мы стояли, повали, выступали, потом нас и вырезали. И смысл какой выступает? А умоляли выступить на этих концертах. Ну и что дальше? Вот поэтому я вам об этом и говорю, что только зрители. На похоронах Бориса Моисеева вы обругали журналистов. За что? Скажу за что. За то, что при жизни мы не ценим артистов. Не говорим о них, не пишем ничего. Мы только показываем тех, кто на каналах. А у нас же много артистов есть, которых сейчас при жизни, которых надо вытягивать из этой ямы. Я бы даже создал какой-то фонд, чтобы помогать тем артистам, которые бедствуют. Знаете, сколько много артистов бедствуют? Ирина Отьева, Галина Нинашева, недавно умерла Тамара Мянсарова. Ну много сейчас можно артистов, вот сейчас вспоминаю, из того времени, и вот 90-х годов, там, Таня Овсенко, там еще какие-то. Есть артисты, которые... Марина Хлебникова. Сейчас прямо вспоминаю этот... Губин. Они сидят вообще просто дома. Понимаете, какой психологический... Для них... Сидеть дома. Ты был популярный, да? И после этого сидеть дома, и ты никому не нужен. Люди с ума сходят. Допустим, сейчас стало отношение неправильное. Все для, скажем, молодых, а людям, которым после 30, 40, 50... На какие концерты идти? Поэтому есть концерты в театре эстрады, есть концерты... Есть мост-концерты, есть еще Дом ученых. То есть вот на этих, скажем, вечерах должны выступать певцы. Пусть даже не... Там небольшой гонорар будет, но артисты вступают перед зрителями. Для него уже это будет успокоение. А сколько киношных артистов? Тоже бедствуют. А какие были популярные, а потом оставались в нищете, там, как Витцин? И сколько таких вот. И поэтому, возвращаясь к тому, что я говорю, хотелось, чтобы журналисты об этом освещали. Какие-то журналы делали, писали, что вот такие-то артисты, такие-то вот... Чтобы народ как-то принимает. Потому что когда меня-то не ведут, я, допустим, иду по магазину, куда-то там зашел, ой, Сергей, вас так давно не видели, а вы уже не выступаете? Я говорю, я не выступаю. Я говорю, зайдите ко мне на сайт, посмотрите, сколько у меня концертов. Понимаете, у людей другое все. Человек на этой телевизоре сразу по-другому. Поэтому надо как-то вот, чтобы журналисты, наоборот, это же ваша профессия, поддерживать и кино, и музыку. Поэтому я так сказал, еще говорю, там, приперлись, их там столько было, как эти, не знаю, как пираньи налетели. При жизни почему вы не освещаете, когда только в последний путь? Я понимаю, что это тоже надо осветить. Но тем не менее. Журналисты предположили, что вы так отреагировали, потому что сами боитесь забвения. Я боюсь. Не дождетесь. Я сам себе концерты сделаю. Если было забвение, я бы в любой момент не пропал бы. У меня, во-первых, вокальная школа. У меня очень много учеников, в которых я бы делал концерты. Я занимаюсь дизайнерством. Этого забвения бы не было бы. Вы как-то говорили, что считаете себя недооцененным. Почему? Ну, недооцененным – это, опять же, популяризация в новогодних оконьках. Выступать на концертных площадках, которые посвящены каким-то дням. Вот понимаете, раньше, в советское время, когда был концерт, посвященный, скажем, какой-то праздник, день пищевиков, там, допустим, к примеру, выходили. Большой театр выступал, там какие-то джанглеры, гимнасты выступали, потом певцы, вот так все в перемешку. Народники выступали. А сейчас включаешь телевизор, правда, я его не смотрю, и вот там долгоиграющая, длинная пластинка включается, там одна певица пошла, ц-ц-ц-ц, другая, и вот так вот все идет по кругу. И люди сидят в зале. Ну, наверное, просто так отсидеть концерт и все, потому что, наверное, по протоколу так нужно. А концерт никакой, даже вспомнить нечего. Говорят, что ваши выступления очень котируются за рубежом. Это правда? Ну, ездили до определенного момента. Сейчас уже не интересно, не знаю, какой востребованности. А вы не хотите туда переехать? Нет, никогда. Зачем? Вот мне приезжать за границу, зачем? Ну, если любят, значит, мы ездим туда выступать, а жить в своей стране. Я патриот, да. Я могу быть там неделю-две, и я уже хочу домой. Я могу в 91-м году получить... Я был на гастролях в Италии, как раз у нас в 91-м году была революция, да, и мне предложили или итальянское, или американское гражданство. Я отказался. Потому что я хотел к своим родителям в Пензу. Ну, здесь, в Пензу, неважно. Я даже не жалею об этом. Зачем? Быть второсортным там? Ну, кто у нас там? Кто-то такие вот стали, вот, супер-пупер за границей? Никого. Там, знаете, есть одна певица в Германии, Алена Фишер, по-моему, которая собирает стадионы. Но ее в 5 или в 7 лет увезли из Красноярска. Голл шикарно, похож на Селендион. Вот это здорово. Когда ты собираешь стадионы, когда ты пользуешься спросом у зрителей, ну, это если что-то там, это надо было еще в детстве ехать туда. Но я, опять же, говорю, я не жалею, не хочу. Это как в мультфильме. Таить, таить. Нас и здесь неплохо кормят. Что значит патриотизм для вас? Ну, любить ту страну, в которой ты живешь. Выполнять какие-то правила. То есть, знаешь, ты находишься как в себя в доме. Не, как бы, как это слово найти. Не мусорить, не ссорить у себя в доме. Понимаете? И чтобы тебе было комфортно здесь. Всегда людям комфортно тогда, когда есть близкие, когда есть хорошие друзья, надежные. И, конечно, чтобы меньше было подлых людей в жизни на твоем пути. Я всегда говорю, что злые люди, они быстрее стареют от своей злости. А добрые, сколько бы лет не было, они выглядят по-другому. У вас очень экстравагантные наряды. И даже интерьер дома очень яркий. Вам не хватает в жизни красок? Ну, как они могут хватать, когда наступает осень, падают листья, грязь, потом снег, холод. Я зиму не люблю, хотя зимний. Вот. И хочется, как бы, как бы, себя, самого, чтобы ты куда-то приходишь, в то место, где ты живешь, да, чтобы дом был теплым, уютным, хорошим. Не важно, какие там интерьеры. У каждого по-разному, но я всегда любил очень своеобразные, интересные интерьеры. Есть специально даже сайт, где можно эти интерьеры сделать любому человеку, там, не знаю, горчичные стены, сиреневый потолок, там, допустим, шторы, по краям можно эти буа сделать, хотите шторы из блесток, там, покрасить другой цвет. Все, что, вот прям оно беспредел, вот столько мыслей, это можно столько делать. Поэтому мы делаем, мы должны сами себе делать праздник. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Конечно, весну и лето. Помнить, не пропускать и наслаждаться, наверное, просто я вообще всегда ценю каждую минуту, потому что мы не знаем, что с нами будет завтра. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? А вы знаете, они сами приходят в этой жизни, потому что ты вот, это ощущение обстоятельств, вот, наверное, боженька дает этих людей. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Наверное, то, которое ты еще не сделал. Кто же такой Сергей Пенкин? Сергей Пенкин, это человек-праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Продолжение следует...